Добрый день, дорогие мои телезрители и радиослушатели! С вами снова Бородач. И вы смотрите телеканал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я отжимаю сок. Яблочный сок. Я уже показывал, как я отжимаю сок домашней бытовой соковыжималкой. Это способ для того, чтобы получить сок здесь и сейчас, чтобы его попить, свежий сок. Сегодня я буду отжимать сок для заготовок на зиму. В большом промышленном масштабе. То есть сегодня я буду перерабатывать 20 ведер яблоков. Яблоки у меня в достатке. Их даже больше, чем мне надо. Поэтому я их перерабатываю на сок. И всю зиму мы этот сок пьем. У меня промышленная соковыжималка, которая отжимает 12 ведер яблок за час. Довольно-таки большой объем. Все происходит быстро, буквально моментально. Ну и сейчас я все вам покажу и расскажу. В общем так, мы имеем 20 ведер яблок. Из этих 20 ведер, по опыту прошлых лет, я получу 23-х литровых банок сока, которые у меня пойдут на зиму. Как раз на зиму 20 банок нам вполне достаточно. Имеется у меня вот такая вот соковыжималка. Называется она Нептун. Может я вам поближе ее покажу. Но как работает она, я вам точно сейчас покажу. Это довольно шустрая, неплохая соковыжималка. Единственный минус у нее то, что она выжимает довольно-таки хреново. То есть много сока теряется. Но зато происходит это очень быстро. С яблоками у нас проблем нет, недостатка их нет никакого. Поэтому я не комплексую по этому поводу. В общем сейчас я буду показывать, как я это все отжимаю. Еще один плюс, забыл. Еще один плюс, то что яблоки отжимаются прям целиком. Их надо только помыть и все. Но если только вот какие-то гнилушки есть, гнилушки надо тоже вырезать. А так ничего резать, очищать от косточек нет никакой необходимости. Прям целиком их сюда закидываем. Они перемалываются, отлично отжимаются. Итак, поехали. Музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну ладно, друзья, работа закончена, все яблоки отжаты. На то, чтобы отжать 20 ведер яблок, у меня ушло 2,5 часа. В общем-то, немного, если учесть, что такой большой объем. Ну, пока все не разлили, надо попробовать. Где у меня тут чашка? Попробуем, что у нас получилось. Я прям все сорта отжимаю в одну кучу. Обычно по сортам ничего не делю. У меня три сорта яблок. Я их прям в одну кучу отжимаю в одной банке все сорта. Отличный сок. Эти сорта у меня не кислые. Очень сладкие. Даже, возможно, слаще, чем магазинный яблочный сок. Только разница в том, что в магазинном яблочном соке добавлен сахар. А тут я ничего не добавляю, весь сахар натуральный. Кузнямба. Кузнятия на говядину. Ну, в общем, так. Вот в такие штуки я этот сок разливаю. Потом везу в город. Там я буду это все кипятить. То есть у меня есть 12-литровая большая кастрюля, где я это все буду кипятить. Ну, точнее, этим будут заниматься мои родители. Я не буду этим заниматься. Они будут кипятить, а потом разливать уже и закатывать в трехлитровые банки. И всю зиму мы вот этот вот сачок, вот такой вот вкусняцкий, будем пить. Чего и вам желаю. Не завидуйте. Вы все можете сделать то же самое. В этом ничего сложного нет. Если у вас есть яблоки в изобилии, как у меня. Вот у меня их тут яблок было. Ну, короче, вы видели, 20 ведер я собрал. Вот такая простая соковыжималка. У нас стоит недорого. Выжимает очень быстро. Никаких проблем с ней нет. Третий год она у меня работает. Я не нарадуюсь. Еще раз повторюсь. Называется Нептун. Ну, вот, короче, так. На сегодня это все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже ставьте лайки. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну, и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все. Всем пока. Продолжение следует...